Между тем, у оренбуржцев весьма однозначное мнение на сей счет. Они уверены, депутатам не стоит лезть со своим уставом в чужой семейный монастырь. Ну а тех, кто живет в гражданском браке, наверняка все устраивает. Замок на ЗАГСе не висит. Ну если вы пары и живете вместе, оформляйте. Ну раз пять лет уже живу, значит можно уже и как официально заключать брак. Мне кажется, когда более официальные отношения, все-таки серьезные какие-то намерения есть у людей, нежели что-то ограничения какие-то ограничивает что-то людей. Когда официальный брак. Ну я против вообще. Ну мне кажется, это дело каждого. Я не думаю, что что-то изменится кардинально, если есть штамп в паспорте. Хотя для кого-то это очень важная вещь. Наверное. Ну я думаю, что это на усмотрение каждого человека. Надо спрашивать тех, кто сожительствует. Они, наверное, не просто сожительствуют, а потому что не хотят расписываться. Может быть, они сами не хотят. Зачем их приравнивать? Насколько это правильно, это как бы им считать, на мой взгляд. Но если изначально было так, что брак должен быть узаконен. И только вот штампом в паспорте. Вот. Я так считаю. Ну тут еще тяжелый вопрос, когда дети. Что с детьми? Если гражданский брак, тогда как-то не все у нас мужчины, которые возьмут и оставят свое жилье. Тем более в такой кризисный момент. Не знаю. Тяжелый вопрос. Так легко не ответить. Я думаю, что это нормально, это естественно. И почему бы нет. Гражданский брак, если люди давно вместе, то и не обязательно регистрируют свои отношения. Я не сторонник того, что все отношения должны быть зарегистрированы. Хотя сам я в браке нахожусь. Уже давно. Уже давно.